ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Череда скандалов прокатилась по Татарстану. Это кадры из школы, что в набережных Челнах. Там учителя совсем не педагогично развернули школьника при входе в столовую. Если ты не успокоишься, если что-нибудь сделаешь в кабинете, нарисуешь, я тут подключу к бойковой, и тебе мозг на бою. И коллега оставят, раз не понимаешь. Эта аудиозапись была сделана на уроке русского языка в Бугульме. Девятиклассник перед началом занятий написал на доске нецензурное слово. Для учителя это, видимо, стало последней каплей. Ершова, ты еб... ты чем бы не думала? Я базу сдаю. Да мне похоже, сейчас кто-то расскажет! Так я базу сдаю. Я в вашем реме! С чего это я дура? Это совсем свежая аудиозапись, которую разместили в соцсетях на этой неделе. В центре внимания учитель уже из казанской школы. В чем причина? Можно ли говорить о тенденции, что с педагогами в республике происходит что-то не то? Или их специально провоцируют ученики, чтобы поймать хайп и получить популярность в соцсетях? Давайте разбираться. В каждой конфликтной ситуации виноваты обе стороны. Это мы сами знаем. Тем не менее, мое твердое убеждение, что учитель, как профессионал, он должен быть выше всех конфликтных ситуаций и должен правильно научить и ребенка, в том числе и родителей, выстраивать диалог. Этика педагогических отношений, она как бы никуда не уходит. И сегодня это самая главная проблема, которая у нас немножко страдает. И это хромает именно этика отношений. По каждому факту, а в министерстве образования это называют не иначе, как ЧП, была проведена проверка. Алсу Асадулина среди причин называет и профессиональное выгорание, и недоверие. Отмечает, этого не должно быть в школе. На записи из Казани слышно грубое отношение учителя к ученице. Педагогу вынесли выговор. Сейчас она находится на больничном. Во всех тех городах муниципальных образований, где именно сейчас происходят какие-то чрезвычайные ситуации, скажем так, мы образовываем рабочую группу, куда входят и психологи, и педагоги, которые проводят непосредственно работу с каждым коллективом, с каждым педагогом. Такое мы делаем, то есть для того, чтобы понять уровень тревожности в этом коллективе. Педагоги не со студенческой скамейки, они имеют большой опыт работы от 30 до 40 лет. Но тем не менее, позиция органов прокуратуры была такова, что действительно были нарушения. В прокуратуру за последние полгода от родителей поступило три жалобы. По 143-й Казанской школе проверка еще идет. Завдат Ибрагимов пока не может раскрыть всех деталей, но намекает, что в сеть могла попасть не свежая запись, а сделанная ранее. И по каким причинам ей был дан старт только сейчас, вопрос пока висит в воздухе. По остальным жалобам родителей из Бугульма и Набережных Челнов уже есть решение. Виновные лица привлечены к дисциплиной ответственности. Выговоры объявлены, замечания. И некоторые педагоги написали заявление и шли по собственному желанию. За последние полгода два таких факта. Тем временем в ряде школ Татарстана уже начали отказываться от мобильных телефонов во время учебного процесса. В лице-интернате номер два по согласованию родителей запрет действует с 8.30 до 15.30, кроме перемен. Вопрос с мобильными телефонами в этом лицее был решен уже лет 15 назад. Запрет введен не из-за того, что кто-то может что-то выложить в сеть, а в целях образовательного процесса. Ведь при желании снять урок можно и незаметно, считают в лицее. Чтобы не возникло ЧП, должно быть взаимодействие между учителем и учеником. Кто-то в какое-то время разделил родителей, учеников и школу на три разных лагеря. У всех участников образовательного процесса на самом деле одна цель. Чтобы ребенок получил хорошее качественное образование. По итогам 2018 года порядка 120 обращений к нам поступило именно по тематике конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях. Судя по цифрам, к уполномоченному по правам ребенка в Татарстане родители обращаются чаще, чем в прокуратуру. Если есть конфликт, вне зависимости от того, кто его спровоцировал, мы исходим из того, что есть нарушение прав ребенка. Ситуация должна быть разрешена в интересах детей, говорит Гузель Удачина. Родители идут жаловаться лишь в том случае, если не видят должного реагирования внутри школы. В основном это психологическое какое-то давление, да, это оскорбление, это некорректное поведение учителя по отношению к детям. Особенно, я говорю, вот нас поражает, когда речь идет о детях начальной школы. Были жалобы, к примеру, коллективные, а я вот за этой ситуацией вижу одну очень серьезную проблему. Учитель, который может быть неплохой специалист, может он дает неплохие знания, но это человек, который не любит детей. Без любви к детям делать в школе нечего. Татарстан, конечно, к сожалению, находится в числе лидеров. Но, конечно же, в другие большие города, такие как Москва, Санкт-Петербург и прочие там миллионники, забилуют этими случаями. Ирина Волынец отмечает, в Национальный родительский комитет обращаются как по вопросам жестокости учителей, так и агрессии детей. В других регионах ситуация не отличается от Татарстана. Вот свежие исследования Высшей школы экономики. 70% российских учителей хотя бы раз становились жертвой буллинга, то есть травли. Почти 80% учителей отметили, что их дразнили хотя бы раз. 90% что придумывали клички. Более 80% учителей игнорировали ученики. Почти 80% учителей столкнулись с тем, что на их уроках специально нарушали дисциплину. Более 80% учителей считают, что ученики демонстрировали им ненужность их предмета. Более 70% учителей сказали, что ученики жаловались на них руководству школы по надуманному поводу. Треть учителей получали сообщения интимного характера. Вторчеклассники, даже учащиеся средних классов, ну конечно мальчики в основном, не только оскорбляют, унижают учителей, хамят им, но и физически пытаются воздействовать, издеваются. То есть совершают такие действия, которые вызывают смех. Ну вот мы все видели, да, например, как надевают учителю на голову мусорное ведро. То есть если раньше были такие шутки, как, допустим, намазать мелом стул, да, на котором сидит учитель, там подложить кнопку, эти шалости по сравнению с тем, что происходит сегодня, это действительно детские шалости. Обучение сегодня – это услуга. И вот это грубейшая ошибка наших законодателей, которые превратили в услугу образование, а тех людей, которые дают это образование – в слуг, в прислугу. О том, что ситуация требует вмешательства и немедленных действий, говорит и тот факт, что заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, Борис Чернышев, на этой неделе вышел сразу с двумя предложениями – снижать зарплаты школьных учителей вдвое после случаев агрессии по отношению к ученикам. Также заявил, что учителям необходимо гарантировать годовой отпуск один раз в пять лет, поскольку это позволит избежать профессионального выгорания. Никто сегодня не изучает мотивацию, жизненные ценности педагогов, главное – образование и знания. То есть никто не может гарантировать высокую нравственность специалиста, поэтому необходимо психологическое сопровождение учителя в его работе, считает в Институте психологии и образования КФУ. Если вы посмотрите на динамику, то с увеличением стажа уменьшается дистанция к работе. То есть учитель, приходя домой, не может отключиться от самой работы. А это при большой субъективной значимости самой профессии, это прямая дорога к риску профессионального выгорания. Соответственно, в данный момент задача психолога школы – помочь сопроводить его в сохранении психологического здоровья. Резида Хусаинова провела исследование 600 педагогов из семи районов Татарстана. У тех, кто работает более 15 лет, не то что выгорание, есть даже истощение. В школах сегодня отмечает доцент, повысить психологическую квалификацию могут только те, кто проходит аттестацию в этом году. И то, если захотят. В 2017 году кафедра разработала программу доп. образования – профилактика профессионального выгорания педагогических работников. Она прошла конкурсный отбор, даже несли в реестр. Но... Эта программа была разработана для педагогов-психологов, чтобы обучить их уже в работе, на работах в школе, работать с педагогами по профилактике профессионального выгорания. Но по каким-то причинам мы не смогли запустить эту программу. Хочется сказать, что главной составляющей этой программы была супервизия учителя. Это то, что очень важно для учителей – научить их анализировать свою деятельность, научить видеть себя со стороны, научить адекватно реагировать на неадекватные ситуации. И в заключении хочется вновь вернуться к интервью с уполномоченным по правам ребенка в Татарстане. Действительно, чтобы в школах не случилось ЧП, необходимы новые механизмы и профилактика. Наличие таких жалоб тоже клалось бы в основу оценки и рейтингования образовательных организаций. Даже ведь важны не столько результаты ЕГЭ сегодня, на чем мы очень сильно, скажем так, зациклены, сколько создание благоприятных, нормальных условий для получения образования и воспитания наших детей. Сергей Темляков, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. Продолжение следует...